Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Приближается последний месяц лета, август. И мы с вами разговариваем о том, какие же работы ждут нас на винограднике в этом месяце. Первое, это последняя химическая обработка. Я сейчас рассказываю для нашего региона, для Беларуси, для средней полосы. Значит, провести эту последнюю химическую обработку, последнюю, я имею ввиду, переснятием урожая. Потом, если у нас все хорошо, мы урожай сняли, а листва будет еще зеленая, можно провести будет еще одну обработку, уже для того, чтобы растение здоровым ушло в зиму. Но, к сожалению, например, в прошлом году мы не успели это сделать, пришел заморозок. Тут мы очень сильно зависим от погодных условий. Итак, значит, последняя химическая обработка. Мы ее проводим в самом начале месяца, для того, чтобы у нас еще остались хорошие сроки до снятия урожая. Скажем так, я посчитала приблизительно препараты, срок выхода, срок до сбора урожая где-то 20 дней. В прошлом году первые ягоды у меня созрели 22 августа. Но в этом году, с учетом всех задержек вегетации, я понимаю, что раньше сентября у меня ничего не будет, я ничего не буду есть, поэтому у меня сроки с запасом. И я вам рекомендую именно химические обработки рассчитывать на то, чтобы у вас еще оставалось время. То есть, да, есть инструкция, но хотя бы еще 5 дней, а лучше 10, если остается, будет очень хорошо. Либо в это время вы принимаете решение, что вы не хотите никаких больше проводить химических обработок, по крайней мере, с системными препаратами, ну, контактными некоторыми. Можно будет тоже все по инструкции, по всем срокам. Но надо понимать, что как раз таки август – это месяц холодных туманов, это месяц холодных роз. И когда начинает созревать урожай, энергия растения, она больше сосредоточена на том, чтобы выспелить этот урожай, и оно становится более уязвимым к болезней. Если вы решаете, что вы отказываетесь от химических обработок, значит, просто будьте очень внимательны и готовьтесь к тому, что какими-то народными средствами вам придется обрабатывать виноградник каждую неделю, а может быть, даже и каждые 5 дней для того, чтобы максимально его защитить. Ну, помните, что если вдруг вспышка какая-то придет, болезни, то химию уже как бы обрабатывать будет поздно, либо придется выбирать, либо куст, либо урожай. Моя задача – вас предупредить, а вы уже сами решайте. Вы знаете, какие у вас растения, вы знаете, насколько они подвержены заболеваниям или не подвержены. Вы знаете, какие погоды приблизительно могут быть в ваших регионах и каких сюрпризов ожидать. Поэтому здесь вы решаете, либо обрабатываем, либо уже не обрабатываем. Напомню, что если мы проводим обработку системными препаратами, то мы их меняем. То есть те препараты, которые мы использовали в прошлую обработку, в эту мы уже не используем, мы берем что-то другое. На этот раз, в прошлый раз у меня это был топаз и ридамил голд. Этот раз я взяла ревус и райок. Помним, что основные болезни в нашем регионе – это мильдио и аидио. Ну, как раз большинство нашего виноградника, как мы и хотели, доросло до верхней проволоки, поэтому они получат максимальную защиту. Несмотря на то, что системные препараты, пишут, они перемещаются по растению и таким образом дают защиту и на молодой прирост. Но все-таки желательно, чтобы обработки попали максимально на всю листовую поверхность. Потому что часто бывает подвержен болезням именно молодой прирост. Продолжаем проводить зеленые операции, такие как посынкование, подвязка. В это время уже рост кустов будет замедляться и именно этих видов работ будет становиться меньше. Что касается чеканки, мы проводим ее только в том случае, если наши лозы доросли до верхней проволоки. Об этом я рассказываю. Под видео, нажав кнопку «Еще», также оставляю ссылку. Кратко по молодым лозам. Вы неоднократно спрашивали. Молодые лозы мы не чеканим совсем. Есть очень различные мнения насчет этой операции. Стоит, либо не стоит. Различные мнения по срокам. Мы этого не делаем. Если вы все-таки хотите провести эту операцию, то где-то со второй недели августа, даже с первой, можно будет эту операцию на молодых кустах провести. Если вы поливали свои виноградники, то в августе полив стоит сокращать, поскольку он замедляет созревание лоз. Однако в некоторых случаях полив в августе, вообще в период созревания ягоды, будет необходим. Но об этом в ближайшее время мы тоже поговорим с вами отдельно. Про полив как профилактику треска ягоды. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на другие полезные видео и мои контакты. До новых встреч!